контроллер двух бесколлекторных двигателей контроллеру подключены ручка газа тормоз вмс 18 ячейк батарея тоже 18 ячейк на 60 вольт получается зарядное устройство и два колеса вот одно колесо на такой тележке другое вот они вместе стоят на компьютере запущена управляющая программа сейчас контроллер выключен и соединение не установлена включаем контроллер вот он пропищал и через несколько секунд после включения можно установить соединение изначально прежде чем устанавливать соединение с программы необходимо средствами windows подключить bluetooth на данный момент bluetooth уже подключен и поэтому можно переходить прямо к программе контроллер будет отображаться в программе одним из компортов вот я список показываю компортов присутствующих на данном компьютере мне известно что контроллер отображается как порт 119 вот я его выбираю нажимаю кнопку подключить ждем теперь устанавливается соединение вот соединение установилась после установки соединения начинают бежать графики вот они отображаются что и такое это потом просто просто что-то показывается что тут можно сделать в программе прежде всего получить настройки вот нажал get options вот получили вот сразу отображается одометр дистанция это просто мне колеса крутил они отобразились можно задать серийный номер контроллера если это нужно и дальше мы можем смотреть вкладка общее смотрим энергопотребление вот ток набегает счетчики тока напряжение батареи скорость ну так как колеса ставят скую скорость не отображается кстати сейчас крупно вот немножко ручку газа нажал вот скорость отобразилась настройки сигнализации таймер ну таймер не нужен скорее всего просто он остался от предыдущих версий я его не стал убирать дальше можно выбрать графики отображать одновременно можно три различных графика по умолчанию по запуску отображается значение ручки газа это значение цепи и мощность на подаваемая на колеса вот они вот они сейчас отображаются синий график значения цепи ручки газа вот его меня а красное это шим на колеса который идет под колеса крутятся вот одно колесо и другое вот помимо этих значений здесь есть много различных графиков но в принципе это больше диагностика чем настройка то есть если кто-то сильно интересуется может посмотреть тут много всего есть много оставшихся предыдущих версий то что надо здесь более чем достаточно можно очистить нажать кнопку вот они очиститься вот заново начинают бежать так дальше вкладка сервис здесь уже достаточно много чего есть по порядку акселерометра калибровка акселерометра требуется для работы правильной работы сигнализации значение датчиков холла вот я вручную колесо кручу вот они вот показывает вот на одном а вот на другом другую дальше ограничение тока вот можно выбирать из предустановленных значений вот что есть вот можно переключать направление вращения двигателя просто галочку установить вперед-назад вперед-назад производить подбор фаз подбор можно напрямую управлять двигатель а вот если я поставлю галочку и начну просто шим задаю он колеса закрутились и вот и вот график шима вырос вот он красным ведет чем а вот и уменьшаю вот и уменьшаю увеличиваю растет опять и уменьшаю есть возможность настроек настройки ручки управли ручек управления ручка газа ей можно задать нижний порог и верхний порог сама по себе вот ручка газа вот она синим отображается она где-то дает в районе 700 значения чуть больше разные ручки думаю будут по-разному поэтому желательно задать какой-то минимальный максимальный порог и рабочие работе диапазон будет внутри заданных значений также настраивается ручка тормоза это отдельно будет отдельная инструкция будет ее можно инвертировать они могут быть разные задается диаметр колес и число фаз каждого колеса это требуется для корректное измерение корректного измерения скорости и расстояния пид-регулятор нужен для работы круиз-контроля в принципе он настроен пугаться его сильно не надо там какой-то математики нет из инструкция простейшая к нему будет возможно что его и не придется настраивать вот теперь переходим собственно говоря к колесу вот что здесь есть подключена ручка газа вот она у меня в руках вот и нажимаю а у нас включено прямое управление так прямое управление надо снять галочку снять вот это снял теперь также ручка газа вот одно колесо с яйцом но ничего страшно у меня в руке ручка газа ручка тормоза раскручиваю колеса газом торможу электронным тормозом чуть не упал ну вот как то так теперь круиз-контроль раскручиваем круиз-контроль и нажимаю кнопку вместо кнопки меня просто пинцет замыкают два контакта вот колеса выключаю можно так или опять раскручиваю выключая либо можно теперь бмс в данном случае бмс собрана на 18 ячеек она состоит из двух плат вот первая и нижняя верхняя каждая плата это 16 с верхняя плата на 16 ячеек нижняя на 2 программе для отображения показаний бмс выделена специальная вкладка от батареи здесь можно видеть напряжение каждой ячейки всего бмс состоит из 5 секций первые 4 секции по 4 ячейки отображают а а последняя пятая две ячейки всего получается 18 ячейек бмс может отображать наличие зарядное устройство перезаряд переразряд состояние балансировочных ключей сейчас я включаю зарядное устройство но у меня уже подключено мне нужно только включить сетевой фильтр вот его включил через несколько секунд строка зарядное устройство вот загорелась красным и также загорелся красным загорелась красным строка ключ зарядного устройства это ключ который непосредственно подключать силовой ключ который непосредственно подключать зарядное устройство к батарее и пошел заряд вот мы смотрим напряжение батарея начала более активно меняться вот уже 60 было 59 с чем-то сейчас 60 если какой-то из какая-то из ячеек выйдет за заданные пределы то включится балансировочный ключ и соответствующая строка будет подсвечена красным если же ячейка выйдет за допустимые пределы в данном случае аккумулятор ли фипо то будет дана команда на отключение ключа зарядного устройства подождать помимо просто контроля за состоянием батареи можно принудительно разрядить ячейки секции до заданного напряжения для того чтобы задать это напряжение вот например секция 2 разряд 2 вот она напряжение задается в милливольтах то есть три вольта это три вольта вот его меняю просто или интер нажимаю и пошла команда в бмс на включение ключи сейчас они загорятся красный вот они загорелись вот ключи включились и теперь они будут включены до тех пор пока напряжение не достигнет в данном случае 3 вольт выключить можно вот эта кнопка вот сейчас выключится идет задержка так как бмс работает медленно все процессы там происходят медленно или вот или можно задать буквально вот все ячейки на разряд вот они загораются красным ключи вот все загорелись красным вот теперь также можно выключить теперь они выключаются вот вот все выключились но сейчас напомню идет заряд устройства как только хотя бы одна из ячеек достигнет уровня 36 вольт в данном случае задано то включится балансировочный ключ да и еще если бмс не используется то можно просто задать напряжение отсечки батареи по достижении этого значения сейчас 2 вольта ну для нормальной батареи надо конечно не два задать а значительно больше допустим сейчас 60 ну пусть будет вот она запищала при подходе к этому значению при разряде до этого значения сначала будет предупредительно пищать а потом часто пищать в час 60 вольт вот я допустим 57 ставлю или 58 вот он предупредительно пищит а больше ставлю а вот часто сейчас моему большое задали он считает что батарея разряжена вот когда часто пищит это же значит что ехать нельзя нормальное напряжение должно быть это там пусть при такой батареи пусть 45 вот так все настройки нужно записать ей пром вот кнопочка записи ей пром все изменения после если не записать ей промо не после выключения питания потеряется то есть нужно обязательно вот эту кнопочку нажать вот вот так все вот батарея зарядилась и по включались ключи разряда по одной секции горит перезаряд но он батарейка немножко разрядилась перераза перезаряд перезаряд ушел и вот они ключи как срабатывают вот опять перезаряд включился сейчас здесь разрядится какая-нибудь батарейка и вот он перезаряд ушел заряд на устройство включилась это уже конец заряда это все это если так включаться выключаться стала заряд на устройство все зарядка закончилась